Подозреваемых в покушении на изнасилование и удержание силы сотрудника скорой помощи просят заключить под стражу на два месяца. Об этом заявили представители следственного комитета на заседании, которое проходит в эти минуты во Фрунзенском районном суде Саратова. Напомню, 11 февраля на пульт дежурного 03 поступил вызов от 41-летнего мужчины, который вызвал неотложку из-за высокого артериального давления. Ни о чем не подозревающая фельдшера отправилась на вызов к пациенту, однако в квартире дома по улице Шелковичная помимо пациента находились еще четверо молодых людей. После того, как сотрудница скорой помощи зашла в квартиру, один из мужчин закрыл за ней дверь и велел девушке раздеваться. Врачу удалось спрятаться от злоумышленника в ванной, заперев дверь изнутри. По мобильному телефону она сообщила дежурному станции о факте насильственного удержания в квартире и попытке изнасилования. На вызов незамедлительно выехали полицейские и задержали злоумышленников. А сейчас на связь со студией выходит мой коллега Евгений Магин. Он находится в суде Фрунзенского района и расскажет все подробности заседания. Женя, приветствую, тебе слово. Сегодня в 15.00 в зал суда Фрунзенского района под конвоем доставили троих подозреваемых в умышленном лишении свободы и попытке изнасилования сотрудницы скорой помощи. Первым в зале суда на скамье подсудимых оказался 41-летний хозяин квартиры по улице Шелковичная, который в субботу днем и вызвал скорую на дом. Сейчас суд рассматривает все три дела в закрытом режиме по решении судьи. Поэтому прессу из зала суда попросили удалиться. Поскольку одна из статей Уголовного кодекса, одна из преступлений, в которых обвиняется у нас Передонов, относится к преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности, здесь затрагиваются интересы в первую очередь потерпевшей. Поэтому суд приходит к выводу о рассмотрении данного ходатайства в закрытом режиме. Я прошу прессу удалиться. Гособвинение просит заключить под стражу всех троих обвиняемых. И вот что сказал представитель Следственного комитета. Следствие, ходатайство об избрании меры пресечения, бить заключения под стражу всем трем фигурантам. Будем просить на два месяца, следствие будет просить на два месяца. А как уже суд решит, как суд постановит. К этому часу пока вся информация. Мы продолжаем следить за событиями. Денис, тебе слово.